Всем привет! Вы на канале Канаблог и это наш новый выпуск. Сейчас за моей спиной находится теплоход. По названию видео вы могли догадаться, что сегодня я отправляюсь в поездку на затухший вулкан Токарадак. Итак, сегодня в видео я расскажу вам о затухшем вулкане Карадак, как он появился и вообще что это такое. А также буду рассказывать о тех бухтах либо мысах, которые мне будут встречаться по пути. Оставайтесь со мной и вы узнаете много интересного. Сейчас мы поплываем в Двухьякорную бухту. Что же это за бухта и откуда название? Двухьякорная бухта носит такое название не случайно. Из-за особенностей горных криптов, расположенных параллельно друг к другу, здесь образуется сильный воздушный поток, который часто является причиной появления волн на море. Из-за таких штормов с давних времен моряки прозвали бухту неспокойно. Вот же Двухьякор. Ведь на одном якоре кораблю здесь невозможно было устоять. Находится данная бухта между поселком Аджинькидзе и городом Феодосико. Сейчас мы поплываем в мыс Кикатлома. Он находится между Двухьякорной бухтой и поселком Аджинькидзе. Мыс Кикатлома от крымско-татарского «Грыжок дикой козы». Своей площадью 6 квадратных километров и протяженностью в длину 4 километра напоминает маленький полуостров. Данный мыс считается самым длинным на Крымском полуострове. Рядом с мысом находится каменный остров Иван-Бабан от тюркского «Отец Иоанн», на котором раньше располагалась небольшая часолинка – место памяти моряков, погибших в кораблекрушениях. Сейчас мы проплываем в Аджинькидзе – небольшой поселок с населением всего пару тысяч человек. Однако, несмотря на свои размеры, он является местом притяжения тысяч путешественников. Уникальность Аджинькидзе в том, что поселок с трех сторон окружен морем, а с четвертой стороны – живописным горным населем. Это очень необычно и красиво. Также, если на одной стороне Аджинькидзе море штормит, то на другой обязательно будет штиль. Сейчас мы проплываем в мыс Хамелеон. Мыс расположен между Тихой бухтой и Коктебельским заливом. Получил свое название благодаря уникальному явлению, образуемого игрой света на скалистых берегах. В зависимости от времени года и суток, чистоты неба и даже угла зрения, цвет мыса меняется от нежно-лилового до ярко-оранжевого. Из-за повышенной чувствительности к эрозии, ежегодно мельчающий и истончающийся мыс рискует исчезнуть. Сейчас мы проплываем в Коктебель, поселок городского типа в восточной части Крыма, известный как популярное место летнего отдыха. Главными опознавательными символами курорта служат Коктебельский залив и потухший вулкан Карадак, у подножия которого обосновались дома местных жителей, гостиницы и пансионаты. Несмотря на то, что в 19 веке это живописное местечко облюбовало творческая интеллигенция, сегодня Коктебель можно назвать хорошим курортом. Отдыхающих сюда притягивают залитые щедрым степным солнцем долины, идеально подходящие для занятия воздухоплаванием и парапланиризны. Невысокие, но чрезвычайно живописные горы, ну и конечно же продукция местного виндзавода, прославившая себя далеко за пределами Крымского полуострова. Сейчас мы проплываем в горный хребет Клементина, названный в честь разбившегося в горах дельтапланириста. Горный хребет возвышается на высоте 268 метров, а его протяженность составляет около 8 километров. Благодаря геологическим особенностям и неповторимому рельефу здесь постоянно, в любую погоду формируются мощнейшие аэродинамические потоки воздуха. Уникальность этих воздушных масс состоит в их необычной плотности и упругости. Они надежно поддерживают планиристов, не давая упасть, и многократно перемещая людей из верхних слоев воздуха в нижние и наоборот. На всем земном шаре есть еще только одно такое исключительное место – в Северной Америке. Поразительные свойства воздушных потоков на Клейментиевском плато были открыты случайно. В гости к поэту Максимилиану Волошину приехал летчик-испытатель Константин Артеулов. Кстати, Артеулов является внуком Ивана Константиновича Ивазовского. Как-то раз они решили пройтись пешком от Коктебеля до Феодосии. Во время горного восхождения Артеулов рассказывал в руку о планеризме – новом направлении в авиации. Восхищенный и услышанный, поэт в восторге подбросил сверх свою шляпу. На глазах изумленных друзей этот головной убор начал летать, совершая немыслимые кульбиты. Артеулов сразу понял – ему повезло найти лучшее место для испытания планеров. Так в Крыму началось развитие этого романтичного спорта. А сейчас мы подплываем к затухшему вулкану Карадак. Он находится между поселками Коктебель и Курортная. Очень-очень давно, в юрском периоде, когда по земле бегали динозавры, а единый суперконтинент Пангея только начинал распадаться на отдельные континентальные блоки, Карадак был активным подводным вулканом. Сегодня это единственный в Европе геологический объект, где можно вживую увидеть следы и древних вулканических извержений, и последующих процессов влюветривания, которые формировали этот ландшафт в течение последних 160 миллионов лет. Карадак произошел в результате извержения вулкана. Карадак состоит преимущественно из пород вулканического происхождения, которые образуют скалы и скрипты причудливых очертаний. Им даны названия, например, скала Иван-Разбойник, королева, трон и так далее. А еще визитная карточка этого вулкана – скала Золотые Ворота. Интересно, как же произошла данная скала? Произошла она от того, что могучий поток лавы разрушил склоны горы, от которой откололось много каменных глыб, упавших в море. Одной такой глыбой стала скала Золотые Ворота, выброшенная в море на расстоянии 85 метров от горы. Сейчас скала представляет собой большую базальтовую арку, возвышающуюся над глазурной поверхностью Черного моря, через которую легко проплывают небольшие потера и парусные судья. И, кстати, максимальная высота Городага – 3,77 метров. На этом наше видео подходит к концу. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также пишите в комментариях, ну или интересен формат данного видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! Также я хотела извиниться за то, что у меня давно не выходили видеоролики. Это связано с тем, что я поступала в школу космонавтики и готовилась к экзаменам для поступления. Ну и, с чем вы можете меня поздравить, я поступил в эту школу. Теперь я буду стараться выкладывать видеоролики гораздо чаще. Поэтому следите за моим каналом. Спасибо за просмотр!